Всем доброго дня, друзья! Рада приветствовать вас у себя в теремочке, да? Ну и, конечно же, на своем канале. Сегодня хочу сделать обещанный, долгожданный вами рум-тур. Конечно, не готов еще дом, но вот пусть так будет. Как я и обещала, конечно же, вам хочу немножко пробежаться, показать, чтобы вы имели представление. Домик у нас двухэтажный, 206, если не ошибаюсь, вроде бы квадратных метров. Участочек большой, подготовленный, ровный, засеянный газоном-одуванчиком. Но я вот уже купила средства от одуванчиков и осота. И хочу вот пройтись по отмостке, потому что там, где вот нет стока, отмостка очень пострадала. И насеялся там осот. Поэтому вот сейчас дожидаюсь, когда он подрастет, а вот он уже и подрос, вот дожди прошлись. Так что разведу по инструкции и буду все опрыскивать. Я уже, как вы видите, украсила здесь немного входную зону. Поставила здесь кашпо. И хорошо, что я это сделала, потому что в последнее время такие сильные проливные дожди. Нужно мне это сделать и с остальными кашпо, то есть поставить их под мостки. Тут они хоть как-то защищены немного, потому что крыша все равно как бы есть. Я думаю, им здесь так спокойнее. Вот единственное, я, конечно, переживала вот за балкон, потому что я и балкон озеленила. Но сегодня пришла и все в порядке. То есть не пострадали там ничего. Сидит, висит и радует уже меня. Входная зона у нас идет прямо вот напротив крыльца. Стороны света мне очень понравились, что там север, а здесь вот юг. То есть южная сторона у нас тут входная зона. Мы решили с Юрой, что по той стороне будет зона хозпостроек. То есть вот у него будет заезд, там уже есть ворота для заезда под машину. Затем он выстроит гараж-мастерскую. Здесь тоже, посмотрите, неплохая, ну немаленький, да, участочек. Здесь вот у меня будет такая зона уже управления, как вы видите, краном. Мне хочется, чтобы Юра здесь тоже мне так все оформил, каких-то тут вот полочек наделал, так, чтобы все было красиво. Ну и повторюсь, здесь вот будет участочек под такие вот хозпостройки. Одна из уже стоит, она здесь была, небольшая сарайка. Юра изначально хотел ее продлить, но там так получилось, что будет, в общем, снег прямо на забор спадать. Поэтому было отменено это решение и, скорее всего, будет еще одна сарайка строиться вот здесь, где-то в этом месте. С другой стороны дома у нас шикарная большая терраса, благодаря чему нам не надо строить отдельную беседку, да, какую-то зону отдыха. Единственное, что будет здесь просто-напросто рядышком где-то мангал. Вот как у старых, у бывших жителей, здесь вот была плиточка выложена и у них здесь стоял мангал. Терраса достаточно огромная, вместительная, большая. Из террасы есть вход в дом, ну и, соответственно, и выход на улицу. Здесь вот уже Юра ведет интернет. Заказали мы декоративный газон и хотим здесь вот его постелить так, как было у бывших хозяев. Мы посмотрели, эта идея нам очень понравилась. Также здесь посмотрите, какой огромный массивный стол со скамейками, который лишь нужно будет ошкурить и перекрасить. И будет очень и очень красиво. Здесь, скорее всего, я поставлю теплицу, потому что, чтобы мне было выносить рассаду, да, удобно вот с этого выхода, никуда не ходить, не кружить. То есть здесь вот я думаю, что в этом месте у меня встанет теплица. Дуги, кстати, на теплицу уже готовы, и в этом сезоне я обязательно поставлю теплицу. Ну, а далее здесь будут разбиваться разные-разные цветочные группы. Также нам еще нужно выстоять бассейн, выставить, и, скорее всего, он где-то будет в этом сезоне в этом месте стоять, потому что вон там слив, то есть куда сливать воду, чтобы было. Ну, и потихонечку, да, мы обходим дом с уличной стороны. Вот это вот наша любимая купольная. В ней панорамные окна, самые большие, самые суперские. Два балкона одинаковые с одной и с другой стороны. Здесь получается солнечная сторона, а там больше такая притененная. То есть я сюда поставила такие культуры, которые любят солнышко, а туда поставила пиларгоньки и еще там некоторые цветочки. Дальше я решила, что вот здесь вот я сделаю огородную группу, то есть будут высажены там какие-то, ну, либо ягодные плодовые культуры вдоль забора. А здесь вот будет зона грядочек. Почему-то мне так вот как-то захотелось. Повторюсь, вот там вот то уже место будет в цветочных группах, в цветочных композициях. Ну, это вот что касается участка вне дома. Участок обнесен полностью забором. Лишь вот между одними соседями идет такой прозрачный немножко забор, а остальной забор сплошной. Соседи у нас с двух сторон, вот с той стороны и с этой стороны. А тут у нас как бы там дорога, так что два у нас соседа. Ну что же, пойдемте в дом. Добро пожаловать. И, конечно же, свой видеообзор я хочу начать с приглашения вас в телеграм-канал. Потому что вот в телеграм-канале мы с девочками решали, а где же в этом доме у меня будет рассадная комната. Я им показала, сделала обзор и говорю, девочки, где у меня вот просто вот разрывается сердце на части. Я дней и ночей не сплю и не знаю, как мне поступить. И вот большинством голосов, и я тоже вот к этому пришла благодаря девчонкам, мы приняли решение, где будет у меня рассадная комната. А до этого ведь я вот так вот как-то вот и не предполагала. Так что приглашаю вас в телеграм-канал, подписывайтесь. Ссылка у меня, как всегда, находится в описании под видео. Заходим в дом. Здесь зона коридора. Затем есть большая котловая комната. Юра по плану здесь наделает всяких таких вот полок, стеллажей, чтобы можно было сюда складывать все, что можно. Котел. Ну и здесь с этой стороны тоже еще можно что-то вот тоже наделать, какие-то полочки. Вообще здесь можно сделать полноценную гардеробную, но все-таки ему тут нужно складывать станки и так далее и тому подобное. В общем, это будет его здесь комната. Здесь у нас уже, как вы видите, убраны обои. В зону коридора, зона лестницы будет полностью сделана декоративной штукатуркой. Девушку позвали профессионала, которая сделает нам красивую декоративную штукатурку по всему вот этому вот периметру. На первом этаже есть ванная комната. Здесь уже потихоньку, видите, мы перевозим вещи, поэтому везде повторюсь вот сумки, 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 пакеты, пакеты. Под лестницей там такое интересное местечко, где можно играть в прятки и прятаться. То есть здесь тоже еще достаточно много места. Тоже оно уйдет вот, наверное, под полки. Далее по одну сторону комната. И как вы думаете, что же это будет за комната? Самая светлая. Здесь у меня, я решили все-таки мы, что будет рассадная комната. Красивая здесь такая люстра. Привет-привет. Красивые такие подсвечники. Ну вот эти вот лампочки хрустальные. В общем, я решила, что здесь именно у меня будет рассадная комната. Ну потому что в любом случае она мне нужна. И в принципе это идеальный вариант. Она светлая, она теплая. Стеллажи рассадные здесь поместятся. Ну и мне здесь будет тепло и комфортно, как говорится. Хорошо, что здесь есть дверь, форточки. То есть я могу здесь и открывать форточки, делать прохладнее комнату. В общем, это отдельная комната. Здесь буду заниматься именно рассадой. А по другую руку у нас идет кухня. Кухня здесь так разделена на две части, можно так сказать. С одной стороны и с другой стороны. Здесь встанет холодильник. Конечно же тоже обои, видите, недоотрывали. Будут поклеены новые обои. Сюда вот мы поставим, купим небольшой стол, так вот, чтобы завтракать. А вот уже дальше идет наша купольная, любимая, дорогая. Здесь уже как бы вот и будет такая большая обеденная столовая зона, где можно будет принимать друзей, гостей, обедать, ужинать, разговаривать, вести переговоры и так далее. В общем-то, самая классная комната. Здесь сохранено целое вот это вот бревно цилиндрованное, из которого у нас дом сделан везде, в остальных местах. Сначала гипсокартон, потом обои. А здесь именно мне нравится, что вот как раз вот это вот бревно вот это вот сохранено. Так что очень я люблю эту комнату. Купольная мы ее назвали. Она светлая, она масштабная, она теплая тоже. Ну и, конечно же, вот отсюда шикарно то, что есть выход на террасу. Пожалуйста, вышли, погуляли, подышали свежим воздухом, попили чайку. Здесь, я думаю, можно повесить или гамак, или качель. Ну, в общем, полет фантазии, конечно, он такой. Вот уже висит первая партия кашпо. Там у меня бегоний и фуксий. И с другой стороны Юра тоже повесит меня. Мы поднимаемся на второй этаж. Хорошо, что есть кондиционер. Это будет спасать в жаркую погоду. Здесь у нас будет на втором этаже просто зона спален. Спальная зона. Три здесь комнаты. Одна из... Вот будет гостевая спальня. Как бы и здесь будет компьютерный стол. Буду монтировать здесь видео. Здесь интересное окно. Оно, посмотрите, идет в пол. И из него идет выход на... На выход на балкон. Балкончики здесь, они не, видите, не защищены. Хотя, наверное, это предполагалось. Возможно, мы когда-то это и сделаем. Здесь вот я поставила уже некоторые цветочки. Вот эти вот кашпо подвешиваю вот сюда. Юра мне здесь сделает крючочек. Из комнаты есть выход в гардеробную. Здесь сделана вот гардеробная комната. Можно будет сделать всякие разные полочки. И использовать это помещение как гардеробную. Для чего оно и предназначено. Ну и напротив этой комнаты точно такая же комната. Это будет уже наша спальня. Точно такая же. С таким же окном. С таким же балконом. Здесь тоже, как вы видите, обои убраны. Будем клеить. И там тоже будем клеить. Вот это будет наша спаленка. Ну и есть, конечно же, здесь на втором этаже тоже санузел. Здесь у меня будет... Здесь у меня будет как раз вот стоять машинка. И стоять сушилка для белья. Тут батарея стоит. Вот у бывшей хозяйки так и было. Я, в принципе, повторю эту композицию. Так и сделаю. То есть все, в принципе, для этого располагает. Летом буду, конечно же, сушить на улице. А зимой вот здесь вот около батареи. Третья спальня. Третья спальня комната. Это будет комната у нас Сашина. Она побольше, чем те две спальни. И мы решили ей ее как бы и отдать. Она комната светлая. Здесь всегда солнышко. Люстра здесь, посмотрите, какая интересная. Вот уже диванчик ей поставлен. Будет он у нее здесь стоять. Но остальная мебель подъедет. И отсюда также есть выход в гардероб. То есть ей будет здесь удобно пользоваться своими вещами. Что же, друзья мои, таким вот образом я сделала вам обход по своему теремку. Мне очень все нравится на самом деле. Расположение, планировка, объем, размеры. Мне нравится все. Сейчас это мы приукрасим. Доведем до своего ума, как нам хочется. И будем здесь жить, поживать и добра наживать. Огромное вам спасибо за внимание. Очень жду ваших комментариев. По поводу нашего дома. Как вам? Что вам? Зацепило или нет? Купили бы такой дом или нет? Может быть, что-то не понравилось или есть какие-то идеи. Подскажите, напишите. Мне будет очень интересно почитать. Конечно же, приглашаю вас еще раз в свой телеграм-канал. Потому что там у меня видео в ежедневном порядке. С утра, днем и вечером. Когда есть времечко, снимаю что-то на телефон. И всегда выставляю. То есть мне очень нравится вот этим вот телеграм-каналом. Ну и спросить можно, посоветоваться можно. И услышать чье-то мнение, подсказать кому-то, помочь. Это очень удобно. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю нам всем крепкого здоровья, отличного настроения. Всего вам доброго. До новых встреч и до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok